Ключевое мероприятие недели туризма на Урале – 4-й международный туристический форум «Большой Урал-2016». Стартовал 26 мая в Международном выставочном центре «Екатеринбург-экспо». Уважаемые гости, дорогие друзья, коллеги, участники, организаторы недели туризма и международного форума «Большой Урал». Искренне рад, что это значимое мероприятие федерального масштаба проходит у нас в Свердловской области. И благодарю Министерство культуры Российской Федерации за помощь в организации проведения туристического форума, который раскроет богатейшие возможности Урала. Форум, ставший крупнейшим региональным событием в сфере внутреннего туризма, предоставил возможность презентовать свой потенциал представителям из 137 городов России и 10 зарубежных стран. Для участия в мероприятиях форума зарегистрировалось более полутора тысяч человек. Существенный интерес к «Большому Уралу» проявили и игроки иностранного турбизнеса. Это делегаты из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Испании, Монголии, Латвии и Белоруссии. Среди участников форума также представители консульств Венгрии, Кипра и Вьетнама. Проведение столь представительного мероприятия в туристической сфере на Среднем Урале закономерно. Суровская область сочетает в себе красоту природы, богатейшее историко-культурное наследие, разнообразие народов и культур. Мы рассчитываем укрепить репутацию Урала и Свердловской области как территории, благоприятной для туризма. За последние годы мы существенно продвинулись в таком позиционировании нашего региона. И сегодня туристическая отрасль становится одним из драйверов региональной экономики. 2015 год стал рекордным по темпам роста туристической отрасли. Свыше 20% к уровню 2014 года. Объем платных услуг в туризме в 2015 году составил около 27 миллиардов рублей. Это очень серьезный показатель. Объем туристского потока в Свердловской области в 2015 году вырос на 30%. Уникальные памятники природы, истории и архитектуры, памятники горно-заводской культуры. Все это огромный ресурс, который мы обязаны сохранять, развивать и демонстрировать гостям России и нашим зарубежным гостям. Среди тем, которые обсудили эксперты в рамках первого пленарного заседания форума, тенденции развития сферы внутреннего туризма в России, проблемы и перспективы развития детского и образовательного туризма в нашей стране, а также новые возможности в развитии делового туризма. На основном пленарном заседании мы будем обсуждать развитие туристской отрасли, как развивается внутренний въездной туризм, как грамотно сформировать межрегиональные маршруты, потому что в одиночку, наверное, регионам сложно продвигать свой туристский потенциал. Надо это делать сообща, надо предлагать какие-то комплексные туристские продукты для того, чтобы заинтересовать наших гостей, чтобы наши гости, приехав в наш регион, хотели снова и снова к нам вернуться. Выставочная часть форума «Большой Урал» ориентирована на всех жителей Среднего Урала. В Международном выставочном центре Екатеринбург-экспо представлены предложения по посещению объектов историко-культурного наследия, изделия народно-художественных промыслов. Гости форума смогли увидеть самый большой в мире самовар объемом 415 литров, ознакомиться с такими изделиями народного промысла, как подносы, валенки, платки, изделия из дерева и кости. Отдельный стенд в павильоне занимает продукция предприятия «Сесердский фарфор». Кроме того, в третьем павильоне Екатеринбург-экспо размещены детские зоны, на которых юные гости форума смогли увидеть минералы через микроскоп, а также научиться мыть золото. Для туристических компаний, которые не смогли приехать в Екатеринбург, в рамках форума проходила онлайн-выставка турпродуктов Урала, на которой участникам была предоставлена возможность презентовать объекты и готовые продукты для агентств со всей России. Напомним, что организаторами недели туризма на Урале стали правительство Циролской области, Министерство инвестиций и развития региона, а также областной центр развития туризма.